Киров в графике, в марках, на демонстрации, со Сталином, но ни разу на вятке. В музее Васнецовых сегодня открылась выставка, посвященная Сергею Мироновичу. Отдельная работа, например, «Посмертные слепки рук и лица» удивили многих, хотя бы тем, что тот же автор делал слепки Сталина. Или непримечательная работа Киров на флотилии, которая в 1937-м взяла золото на международной выставке во Франции. Искусствоведы до сих пор не могут понять, как. Артем Панекаровских продолжит. Марш в исполнении воспитанников колледжа искусств, много пресса, делегации высоких чиновников во главе с Игорем Васильевым и аллегория в стиле сталинской эпохи. Атмосфера располагает окунуться в довоенное время социализма. Бывает смешно, а некоторые работы Васильев комментирует дословным «ай-яй-яй». Фантастика, смотри, наив какой, да, чудесный? Сталина, пьем. Она очень встанет, как я, моя, 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 моя. С разным, с разным смыслом, да? Задерживается гость, и рядом с работами Манезера, непосвященным, известен тем, что делал посмертные слепки лица Сталина. Оказывается, и Сергей Кирова. Как известно, к большим людям общество всегда проявляло и проявляет особенный интерес, причем и при жизни этих больших людей, и после нее, и, как получается, во время проводов «Последний путь». В этой экспозиции несколько работ, причем разных художников, посвящены именно этому моменту. К примеру, вот, работа называется «Киров в гробу», следующее прощание с Кировым и похороны Сергея Мироновича Кирова. Отдельное внимание нужно обратить на то, что в экспозиции есть и посмертная маска Сергея Мироновича Кирова, и отдельное внимание – слепок рук Сергея Мироновича Кирова. Еще один важный нюанс. Манезер умудрялся делать свои работы еще до того, как тела известных персон передавались НКВДшникам и подвергались вскрытию, да и вообще каким-то чудом имел буквальный доступ к телам известных людей. То есть, по сути, он из немногих, кто подошел к телу Кирова, кроме врачей, и уже на сотрудников НКВД. И тот же Манезер делал посмертную маску Сталина. И она в Государственном историческом музее хранится. Но в категории уникальных Татьяна Сухарникова выделяет все же другую работу – «Киров в Астрахани». Ничем не примечательная графика в далеком 37-м становится известна на весь мир. Ну вот представьте, что на всемирной выставке в 1937 году в Париже ксилографии Киров в Астрахани, она под этим названием экспонировалась в советском павильоне, в третьем зале, где была выставлена живопись и графика, не поверите, получила золотую медаль. Вообще экспозиции представлены в нескольких частях – от детства Сергея Кирова в Уржуме до последнего времени жизни и обстановки в стране. Кстати, именно вятских работ немного. С присутствием Сергея Мироновича так вообще единицы. Больше внешнего быта. Например, уржумское родовое гнездо, сестра вятки. Сергей Миронович, говорят, и не бывал. Поэтому на выставке работы с видами вятки того времени. Театральная площадь, массовка у памятника Халтурино. Между тем, в музее Вознецовых рекомендуют все же насладиться пейзажами и портретами вживую.